здравствуйте с вами канал animation river я руслан брагимов сегодня у нас новый урок по тв-поинту я покажу как делать ворот головы по моему разумению в этой программе вот и вот я демонстрирую сейчас возможность переноса в программу такой картинки шаром очень удобный вот и здесь я использую инструмент перемещения а сейчас я как раз показываю вот этот инструмент катинг to free hand то есть мы выделяем вот этот рисунок и он вдруг резко становится для нас пером это очень удобно используйте пожалуйста вот ну вот таким образом меня значит принес сюда этот шар вот перенесёмся в слои напишем голова вот этот слой голова создадим новый слой и назовем его арка арка зададим таймлайн небольшой вот 10 кадров нам для начала хватит вот выходим на в fx stack выбираем key motion key framer в источнике source fx stack мы указываем player лист голова как раз у нас будет источником шар вот переходим плату по вкладку position вот и делаем кредкий сверху нас есть такой кнопочки которого помогает создать ключи теперь нас первом кадре есть ключик немножечко раскрасим как бы наш слой вот ну вот что мы имеем то есть здесь не тот слой в котором нужно перемещать раз мы скроем слой голова и тогда вот мы видим что в слое арка у нас есть по источник шар и вот мы можем его двигать в первом кадре перейдем 10 кадр и передвинем его немножечко у нас получится такая вот линейная арка пока что сделаем ее нормальной аркой это все таки чтобы вы понимали это голова как бы как таковая выберем режим сплайн на точке на пятом кадре и вот у нас тут здесь тоже fx выбираем fx точнее выбираем режим сплайн и также в этой точке в этом ключе будет режим сплайн так ну здесь я не буду пользоваться спид профайлом то есть какие-то тайминги выставляя с помощью него он есть в режиме fx так вот просто будет некая такая арка для движения головы перейдем слой арка нас включены вот эти таблы превью ну неважно здесь и можем выбрать все кадры слоя и на нажатии play fx так так у нас тренд релизика все кадры все 10 и вот у нас есть движение шара парки в fx таки у нас это движение сохранилась как бы эта арка вот и давайте сделаем так вот зайдем в слой голова немножко уберем fx так и вот здесь вот как раз этот шар наш первый мы возьмем нажмем control t и его уменьшим потом нажмем ввод и нажмем d перейдем в режим кисти теперь у нас есть меньше шар и это будет нам же нашим носом для нашего персонажа к для точнее для этой головы вот сделаем значит еще один слой джима арка носа так и вот видите ключик крестик внизу слоя он перешел теперь на этот слой в соусе у нас по-прежнему лэр лист это будет тот же слой под именем голова хотя мы там уже чарик уменьшили перешли в позицию в этом слое нас пока еще ничего не отображается вот мы включили превью и мы видим что вот ровно по этой же арке ходит наш маленький шар так теперь что нужно сделать нам нужно поменять арку и в первом слое в первом кадре мы эту арочку эту точку сместим вот сюда то есть у нас будет но здесь в пятом кадре мы его немножечко опустим и в десятом кадре мы сместим его вправо так здесь мы сделаем ножичка поплавнее этот переход еще сплайнов очень удобно ну вот видите у нас как бы есть вот это такая удобная возможность шарами работать вот в пятом кадре ну вот есть такой вы их ты их айт ширина и высота и вот мы по ширине его немножечко растянем по горизонтали и по вертикали моего . в итоге со сквашировали этот шарик вот в десятом кадре мы его в норму приведем в сто процентов и там образовались ключи автоматически вот то есть мы видим что в центре в пятом кадре он поменял параметры ширины и высоты так с немножечко сделаем акцент в арке сместим ключик ну вот вот очень хорошо в принципе почти все готово осталось это отрендерить так выделяем под слоем так не вышло вот почему вот включим тогулы слоя превью включим уберем там чистый кадр идем выбираем еще раз слой нажали и play fx так и вот у нас отрендеренный шарик мы можем теперь удалить все настройки этой анимации потому что в этом уроке мы больше ничего не будем по этой арке двигать ну вот здесь можем сделать немножко прозрачнее переходим к очистке то есть мы сейчас будем клинапить немножечко порисуем вот оттянем сделаем empty instance пустые инстанции выберем кисточку здесь вот настройки кисти line smoothing вот вы можете конечно любые себе настройки выбрать по вашему усмотрению я для примера в этом уроке выбрал вот smoothing 16 18 точнее smoothing type bullet string и activate line smoothing я включил вот я не заботюсь о гэпах в клинапе потому что заливка она будет автоматически эти гэпы подлавливать и не обращать на них внимание то есть мне заливка не будет вылезать за границы этой линии вот и об этом было конечно сказано еще предыдущем уроке по заливке colorizing colorize и там более подробно об этом в этом уроке просто сделаю то что наметил то есть вот такая вот задачка стоит это нужно голову развернуть в пространстве и соответственно нос также двигается моем канале есть такое видео с гномом где гном чихун поворачивает голову и это целый процесс это за него очень много времени когда я это рисовал как студенческую работу школе анимации вот и на данном этапе я вот обнаружил возможность этого поинта и делюсь с вами взгляните насколько это здесь интересно и легко делается вот у нас примерно 10 кадров мы их обрисовали вот наш клина плини и не обращать внимание что здесь не аккуратен потому что все-таки это видео урок мне здесь аккуратничать ни к чему потому что не было цели создать какую-то идеальную анимацию а просто показать вам технические возможности этого поинта чем он может быть полезен вам в 11 версии вот 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 то что получилось да очень быстро но то что хотели сделали можем убрать ненужное эти шарики посмотрим что без них будет когда зальется в принципе отработается ну давайте тайминг немножко поменяем за нижние ушки будем брать и немножечко увеличивать количество кадров вот здесь два кадра вначале может быть потяжелее да носик тяжеленький будет да еще тяжелее все увеличиваем количество кадров подвушечки и получается что носик потяжелее в начале а потом он сквашируется такой эффект блара как бы одновременно в конце мы можем немножко больше кадров дать чтобы сконцентрировать внимание персонажа на правой стороне ну что ж давайте зальем пусть этот слой будет зиреневый фиолетовый пишем clean up ну и color and texture layer ctg layer так называемые в 11 версии их замечательный инструмент который позволяет закрашивать без без проблем с гэпами с разрывами линий и очень аккуратно это делает я считаю идеально он это делает и нужно пользоваться вот растровое изображение заливает как векторное то есть очень чисто давайте уберем как бы в слое все лишние инстансы ставим только один первый вот выберем цвет кожи и проведем вот в этом слое как бы линию вы видите что все очень быстро и благополучно закрасилась режим colorizer у нас хорошо работает вот я выбрал все слои вы точнее все все кадры вот в этом слое и нажал вот и у меня отрендерилась вот убираем вот эти очки и мы видим что у нас все хорошо выберем duplicate структура clean up слоя и вот что мне хотелось бы сделать может быть какую-нибудь тень под носиком этот инструмент мне очень нравится я выбрал и сейчас сделаю тень ну я ее буду делать вручную может быть какой-нибудь автоматический способ здесь есть кроме tone shader ну tone shader мне немножечко не нравится в этом смысле поэтому я решил вам показать как вот сделать здесь тень я ее рисую для того чтобы в дальнейшем я просто ее мог размыть и получить мягкий 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 режим такой вот мне сейчас не важно особо точность рисунка мне нужно просто определить там где будет пятно мягкое ну вот последний кадр вот вот отдельный слой с этими тенюшками я выделяю все картинки выхожу в fxtag я добавляю blur gaussian blur и здесь ставлю 50 может быть 50 в ширину 50 в высоту и вот видите иллюзия объема некая у нас присутствует конечно так сейчас нужно это все запечь выберем выделим весь струбру и плыть fxtag не получилось почему а может получилось да получилось вышли значит на color adjust немножечко покрутили цвет выделив все картинки слоя ну вот saturation contrast любимые наши из фотошопа вещи brightness свет гамма очень критичный такой параметр apply fxtag весь отрендерился да и несмотря на то что тоглы слой отключены вот здесь fx работает по готовым как бы нарисованным картинкам поэтому тоглы и не нужны так сейчас я попробую показать все таки вот эту ножка муторную работу когда я хочу очистить это разблёренные так называемые места которые вышли за грани этого клинапа и сейчас я делаю это таким вот так не вышло нужно настройки волшебной палочки немножко изменить ну пусть будет 1 1 хорошо вот здесь 25 окей color density ну пускай будет color density так control да так и вот я сделаю это теперь я просто буду переходить в слой где есть этот тенюшка цветная и буду просто удалять эти вот маленькие-маленькие вышедшие за пределы нужной зоны ты late backspace и вот мы очищаем таким образом аккуратненько почистили в общем то это тоже такой вот вариант ручной чистки вот в общем и получили наверное то что хотели в каком-то смысле это все-таки пример и я бы хотел вот мы перевели слой из ctg режима в обычной анимационной и все выключенные слои они не сшились но вот мы все превратили в один слой вот взгляните на результат вот конечно будьте снисходительны я надеюсь все таки вы понимаете что у меня здесь не основная цель как бы хвастаться умением рисовать или что-то в этом духе а как раз каким-то образом передать вам навыки вот элементарным примером то как работать то вы поймете 11 версии анимейшин ривер с вами спасибо всего доброго